Ахилл изграды разоряет и землю кровью обогряет. Зрит узкомандритский струй. Ну что ж, не мимо ли проходит? Никакой и наводит. В нея победоносный хуй. Прошу прощения. Игорь Князькин, известный петербургский уролог и гинеколог, задумал поставить в северной столице памятник Ивану Баркову, известному матерщинному стихотворцу. Для отливки бронзового скабрезника Князькин планирует переплавить вышедшего из моды Владимира Ильича. Вы видите гипсовую модель монумента, выполненную питерским скульптором Александром Бодяковым по эскизам врача оригинала. Было около 10 вариантов. Барков сидячий, лежачий, простите за выражение, стоячий, читающий книгу в голом виде. Но только нам показалось, что только в таком состоянии он вот именно тот, каким он мог быть. Кроме этой гипсовой статуи, установленной сегодняшко в клинике Князькина, есть еще одна модель, пластмассовая. Сейчас мы сходим на нее посмотрим. Первый экземпляр памятника Луке Мудищеву, точнее Ивану Семеновичу Баркову в образе одного из его самых выдающихся героев, Луке Мудищеву, мы выставили в окне на Фурштадской улице. Да, ну вот мы и дошли до памятника. Как видите, врач-уролог-гинеколог, используя свое служебное положение, фактически уже подарил горожанам неоднозначный памятник. Тем временем в администрации Петербурга предлагают для памятника место в одном из новых парков. Но Игорь Князькин хочет, чтобы бронзовый Барков стоял именно в старом городе, там, где 200 лет назад Барков творил свое нецензурное дело. Он выдающийся не только тем, что он создал большое количество произведений эротического характера, а известен тем, что он автор гениальных переводов Гомера, переводов Басин и Зопа. Об этом, когда многие не знают, а тот, кто знал, и забыл совсем. Это все хорошо, если бы вот не одна выдающаяся деталь монумента, которая, видимо, и смущает градоустроителей, особенно имеющих несовершеннолетних детей. Да, действительно, в этом образе, в этом памятнике четко прослеживается некая эрекция, которая видна, выпирает полового органа из-под рубашки. Ну а как по-другому вы бы видели себе Лука Мудищева? Ну а дети, все-таки как дети? Ну а что дети? Значит, в конце концов он закрыт, и весьма вежливо так прикрыт этот орган. А с другой стороны, ну, если дети воспитываются вместе с родителями, все они прекрасно видят, и так. Тут бы и сказочке конец, если бы не еще один убийственный штрих. Изготавливать нецензурного поэта Игорь Князкин будет из вождя мирового пролетариата. Не по своей воле, просто ему продали такую бронзу. Когда я увидел эту бронзу, оказалось, что это чушка Ленина, чушка в Псковской области. Значит, на одном из заводов стоял этот несчастный Ленин с кепкой, с руками, с ногами. Но пролетарии смогли за последние годы отпилить на этом памятнике все, что отпиливалось. Руки, ноги, нос, уши, все, что было небольших размеров. И вот такая чушка, в полном смысле этого слова, ну, где узнаются черты великого вождя пролетариата, прибыла сюда, сейчас она находится на одном из заводов. В заключении и подтверждении идеи, что Иван Барков не только непечатный, но и вполне пристойный поэт, врач-уролог-гинеколог зачел нам еще один стих. Посмотрим, долго ли он продержится без полюбившихся народу пи-пи. Герои, вам я насмехаюсь, скупых я не могу терпеть, ничем всем мире не прельщаюсь, хочу лишь в воле жить и е**ть. Корреспондент Сергей Сергеевич Килгазин, оператор Сергей Вольнов, сегоднячка Питер, прямо от памятника Ивану Баркову, который, возможно, скоро станет предметом городского убранства северной столицы.